МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Цифровизация Казахстана повлияет на рост экономики, а также положительным образом отразится на повседневной жизни граждан. С визитом в Караганде побывал вице-министр информации и коммуникации Алан Ажибаев. Бойцы спецназа как средство давления на бизнесменов. В областном совете по защите прав предпринимателей состоялось очередное заседание. На нем рассмотрели факты влияния на бизнес правоохранительных органов. Карагандинские врачи вернули к жизни полуторагодовалого малыша, получившего ожоги третьей степени, более 60% поверхности тела. По статистике, процент выживания с такими ожогами чрезвычайно низок. Каким образом цифровизация принесет рост экономики и как это отразится на жизни граждан? Об этом шла речь на специальной встрече с участием представителей сфер здравоохранения, образования, а также членов общественных объединений. С визитом в Караганде побывал вице-министр информации и коммуникации Алан Ажибаев. Цифровизация постепенно проникает во все сферы жизни человека с целью облегчить ее. В настоящее время в регионе ведется активная работа по внедрению цифровизации. Вице-министр информации и коммуникации Алан Ажибаев рассказал о результатах, которые можно достичь посредством выполнения установленных задач. Если мы сделаем какие-то небольшие даже шаги, это позволит увеличить, прежде всего, нашу экономику и доходную часть. И вот даже в некоторых сферах это может достигать цифры 40-50%. Начиная от горно-родного, окончая простые вещи и простые услуги. О работе, проделанной в сфере внедрения цифровизации в медицине, поведала директор поликлиники номер 3 Санья Буранкулова. У нас внедрена уже комплексная медицинская информационная система во всех сферах здравоохранения, начиная с ФАПов, заканчивая большими и крупными больницами, поликлиниками. Кроме того, сейчас устанавливается в каждой поликлинике для населения мобильное приложение Дому-Мед, где пациент может записаться на прием к врачу, вызвать врача на дом. В поликлиниках установлены электронные очереди. На собрании также поднимался вопрос о способах выживания малой прессы при процедурах госзакупок. Мы каждый год проводим газету, конкурс на освещение государственной политики. Хотелось бы, чтобы законная госзакупа, вот именно насчет региональных газет, ввели какие-то определенные правила. Потому что в этом году мы провели конкурс, и получается, наша газета, мы являемся сами учредителями нашей газеты местной, она проиграла, выиграла другая газета, областная «Новой Вестни». И сейчас стоит вопрос о том, чтобы нашу газету или придется банкротировать, или вот как существовать в нашей региональной газете. Вице-министр отметил, что этот вопрос уже был на обсуждении в Акимате, и озвучил два пути решения данной проблемы. То есть два пути решения. Либо решение Масыхата, либо в конечном итоге мы вот изменили правила. Сейчас Министерство информации и коммуникации со всеми областями начнет информировать, для того, чтобы довести, наверное, до каждого региона, что в целом вы, чтобы не пострадали издания, особенно, знаете, с большой историей. Есть издания, которым 95 лет, а некоторым даже 100 лет. Чтобы не потерять их, чтобы не потерять вот эти исторические моменты, более-то государственные газеты, то вот именно такого плана сохранить. Либо правила, либо решение Масыхата. В завершении мероприятия Алан Ажибаев порекомендовал гражданам обращаться с любыми вопросами и пожеланиями касательно всего, что связано с интернетом, связью и средствами массовой информации. Руководство всегда открыто, заявил вице-министр. Товжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Уже завтра во Дворце культуры Горняков в 15.00 состоится отчетная встреча с населением Акима Карагандинской области Ирлана Кушанова. Организаторы заявляют, что принять в ней участие может любой житель области. С 12 февраля работает телефон горячей линии, по которому можно передать главе области свое обращение. С 19 по 22 февраля в спортивном комбинате имени Нуркена Абдирова проводились дни открытых дверей с участием представителей областных управлений. В городах и районах размещены ящики для сбора обращений. На сайте Акимата Карагандинской области на постоянной основе работает виртуальная приемная Акима. 23 февраля в 15.00 часов отчетная встреча Акима области будет транслироваться в прямом эфире на областных телеканалах и интернет-ресурсе на сайте Акимата Карагандинской области, а также в социальных сетях. Вооруженный спецназ три часа поддержал на морозе работников одного из карагандинских предприятий. Произошло это еще в середине февраля, но стало известно об этом только сейчас, после того, как директор предприятия обратился в Палату предпринимателей Карагандинской области. Этот вопрос обсудили на 12-м заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. В середине февраля вооруженный автоматами спецназ в масках ворвался на одно из предприятий Караганды. И все для того, чтобы задержать Кочегара из Кыргызстана. На директора предприятия наложен штраф в размере нескольких сотен МРП. Иностранного работника суд счел нелегалом и арестовал на трое суток. Директор Харсан Лиров на заседании Совета по защите прав предпринимателей осудил действия силовиков. Директор Харсан Лирова Директор Харсан Лирова Что касается действий спецназа, то Харсан Лирову посоветовали обратиться в управление собственной безопасности. У нас есть управление собственной безопасности. Если с их стороны допущены некорректность, если какие-либо правонарушения, мы отдельно рассмотрим. То есть управление собственной безопасности отдельно рассмотрим в отношении тех сотрудников, которые вы, как вы заявляете, в крайне 3 часа держали ваших сотрудников без верхней одежды на улице. Если это все подтверждается, вы можете письменно обратиться в прямую меру. И все же вопрос о действиях силовиков остается открытым. Заместитель Акима Карагандинской области Алмас Айдаров заявил, что это уже не первый подобный случай. У нас была договоренность китайского инвестора. Мы прям настаивали, чтобы до конца года он запустил предприятие. Он завез 12 инженеров. В день мы очень не там работали, потому что печи китайские, очень сложный технологический процесс. И то, что восьмерых из них выбрали из Казахстана, имелось виза, имелось рабочее разрешение. Но какие-то нарушения нашли у компании, которая оформяла им рабочее разрешение. Якобы какой-то медический адрес сменился. Это, на мой взгляд, формальное нарушение, по которому пришлось 8 человек потерять. И теперь нам приходится объяснять этому китайскому инвестору, что у нас безопасно, что он может продолжить свои длительности. А вопрос 30 миллионов долларов. Он говорит, как мне сейчас строить объект, на котором мне 500 человек понадобятся. И 100 из них инженера будут с моей компанией, потому что здесь таких специалистов я сразу не найду. Председатель Совета по защите прав потребителей Серег Турригельдин отметил, что не впервые представители силовых структур, в особенности бойцы спецназа, ведут себя не совсем корректно. Да и в целом правоохранительные органы часто создают различные барьеры предпринимателям. Казалось бы, вы должны защищать предпринимателей. А вы задумываете, какие-то административные барьеры, возбуждаете уголовные дела. Вот этот поступок. Вот в пяти городах Харагандинской области это мы видим. Поэтому мы не можем ждать, что это случилось в шестом, седьмом, девяти городах. Поэтому я прошу, вот здесь, департамент внутренних дел, Ну тогда вы передадите генералу Жапарову, что мы в течение первого полугодия намерены на Совете заслушать информацию руководства ДВД области, какие они веры принимают по защите предпринимателей. Это первый вопрос. И второе, меня лично, как председатель Совета, интересует. По тем фактам, которые мы выявили на Совете, проступки работников внутренних дел, какие они наказали по общению. В ходе заседания Совета были приведены и другие факты незаконного возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей Харагандинской области. В Совете твердо решили положить конец этой практике. Андрей Тенц, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Харагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Цифровизация в судебной системе приносит свои плоды. За прошлый год через сервис судебный кабинет поступило более 90% исков. Увеличился и процент дел, рассмотренных с участием медиаторов. Эти данные сообщили на пресс-конференции в областном суде. В плане нации «Сто шагов» говорилось о необходимости расширения применения суда присяжных. Этот вопрос неоднократно поднимался в юридических кругах. Однако, если на теории многие высказываются за суд присяжных, то в реальности сдвига в этом вопросе не наблюдается. За прошлый год всего одно дело в областном суде было рассмотрено при участии присяжных. Это в четыре раза меньше, чем в 2016 году. Зато положительная статистика наблюдается в сфере медиации. За прошедший год 19,5% от общего количества уголовных дел было рассмотрено при участии медиаторов. Но и здесь нашлись огрехи. В районных судах ощущается острая нехватка. Там на весь Абайский район был всего один медиатор. Представляете, огромный район, один медиатор. И мы четырех кандидатов представили, охарактеризовали их со своей стороны. И как бы жители их одобрили. И включили в список профессиональных медиаторов. И работа как бы в этом районе пошла. Неумолимо растет и количество убийств в регионе. По словам Рашида Нурмагамбетова, большинство из них происходит на бытовой почве. Впрочем, несмотря на рост уголовных дел, судьи с нагрузками справляются. Они рассматривают от 11 до 13 дел в месяц на каждом суде. Конечно, они справляются. Сейчас у нас как каковых сроков рассмотрения уголовных дел нет. У нас указано в уголовном пенсиональном кодексе, что дело должно быть рассмотрено на разумные сроки. Но мы все-таки стараемся не допускать затягивания, волокиты дел. Стараемся рассмотреть их в месяц. До трех месяцев каждое дело, как бы оно служило не было, мы стараемся закончить. Напомним, в прошлом году судебная система Казахстана пополнилась нововведениями, как судебный кабинет и система турелек. Статистика показала, что 92% исковых заявлений поступило через судебный кабинет. Внушительные цифры свидетельствуют о том, что граждане легко освоили новшества, которые принесла цифровизация. Тохжан Лянова, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Врачи Карагандинской областной детской больницы спасли полуторагодовалого ребенка с сильными ожогами. Малыш поступил в больницу в декабре. У него были ожоги третьей степени, более 60% поверхности тела. По статистике, процент выживания с такими ожогами чрезвычайно низок. Термические ожоги относятся к самым часто встречающимся бытовым поражениям. Медики отмечают, что, как правило, в быту травмирование происходит в результате воздействия паром, кипятком, горячими жидкостями или химикатами. В конце прошлого года в областную детскую больницу поступил полуторагодовалый ребенок. Как утверждает его мать, сын случайно опрокинул казан с горячим молоком. Мой сын был у бабушки в совхозе. Он хотел побежать, но поскользнулся, и на него упал казан, в котором было горячее молоко. Два месяца он лежал в реанимации. Было сделано несколько операций. У ребенка было обожжено свыше 60% поверхности тела. В большинстве случаев такие травмы, особенно у детей, приводят к летальному исходу. Но в этом случае карагандинским врачам удалось спасти жизнь малыша. Хирурги провели более 10 операций. В настоящий момент ребенок перевезен в отделение хирургии. И состояние остается на данный момент уже стабильное, с улучшением, с значительным улучшением. Планируем выписать этого ребенка на следующей неделе. Для областной детской больницы спасение этого ребенка – яркий показатель профессионализма и мастерства врачей. Специалисты больницы отмечают, что пациенты с подобными травмами поступают нечасто. В среднем один раз в 3-4 года. И теперь у них есть опыт. И тем не менее, медики настоятельно рекомендуют не оставлять маленьких детей без присмотра. Поскольку все истории похожи одна на другие. Никто не желает зла своему ребенку. Все из-за невнимательности. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Карагандинской области за первые сутки операции «Безопасная дорога» выявлено 8 нетрезвых водителей. На дорогах региона прошло очередное оперативно-профилактическое мероприятие. Только за первые сутки оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» было выявлено и пресечено более 600 нарушений правил дорожного движения. Чаще всего автомобилисты Карагандинской области превышали допустимый скоростной режим. В период с 19 по 21 февраля 2018 года на территории страны проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», целью которого является повышение транспортной дисциплины среди водителей, снижение количества дорожных транспортных происшествий. Так, за первый день проведения мероприятия выявлено и пресечено 622 нарушения правил дорожного движения. Из них из-за управления состоянием алкогольного пьянения задержано 8 водителей. За нарушение скоростного режима привлечено к административной ответственности 31 лицо. За выезд на полосу встречного движения привлечен 1 человек. Помимо этого, к административной ответственности за переход дороги в неустановленном месте привлечено 57 пешеходов. Кроме того, подведены итоги другого профилактического мероприятия – автобус. Свыше тысячи нарушений правил дорожного движения со стороны водителей общественного транспорта выявили карагандинские полицейские. Чаще всего водители общественного транспорта разговаривали по телефону, выезжали на линию на автобусах, не прошедших обязательный технический осмотр, не имели страхового полиса. Один водитель был задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. И еще об одном. В Караганде открылся четвертый магазин компании «Скифтрейд». Бороться за кошелек потребителя предстоит новому по формату магазину «Дискаунтеру». Сотрудники магазина поведали журналистам о том, как и чем готовы удивлять жителей шахтерской столицы. 59 магазинов в 12 городах Казахстана. Компания «Скифтрейд» прочно основалась на отечественном рынке и стала ведущей сетью супермаркетов нашей страны. Магазины представлены в таких форматах, как магазину «Дома», «Супермаркет», «Дискаунтер» и «Оптомаркет». 1 декабря в Караганде состоялось открытие магазина нового формата «Скифдискаунт». Стоит отметить, что это четвертый по счету магазин компании «Скифтрейд» в Караганде. Пусть новый магазин и отличается современным форматом, но рыночная стратегия компании осталась прежней. Низкие цены и строго выверенный ассортимент. Основной козырь – это наша цена. То есть мы можем смело оставляться в этом сегменте и будем дальше развиваться. Именно в «Дискаунтере». В сознаниях людей плотно укоренилась идея экономии. Если в странах Европы дискаунтеры уже захватили рынок, то в нашей стране это относительно новое явление. На фоне экономических проблем магазины современного формата являются самым оптимальным выбором для покупателей. В связи с этим открытие уникального в своем роде магазина «Скифдискаунт» на территории Караганды стало приятной новостью для жителей шахтерской столицы. Здесь могут отовариваться как обычные люди, так и хозяева маленьких магазинов, кафе и ресторанов города. Прежде всего мы нацелены также на покупателя. Но в данном формате, в этом магазине у нас еще представлены товары, нацеленные на профессиональных покупателей. То есть на мелкие, будем так говорить, бизнес и крупные. Это кафе, рестораны, мелкие магазины у дома. Но теперь предпринимателям не нужно искать дистрибьюторов, поставщиков всевозможных. Можно приехать к нам сюда в магазин и купить этот товар по оптовым ценам. В магазине «Скифдискаунт» все продумано с заботой о любимых покупателях. К примеру, чтобы каждый желающий мог полакомиться свежей выпечкой, открыта собственная пекарня. Дана Аманбекова рассказывает, печь она любит с детства. Если же раньше она делала это для своих близких, то сейчас радует вкусный сдобой всех покупателей магазина. Еще, наверное, в школьные годы я начинала выпекать. Ну, как бы для дома, для семьи, для близких также выпекали. Ну и как бы устроилась сюда на работу, со дня открытия я здесь работаю. Также мне нравится выпекать, радовать наших покупателей, посетителей. У нас всегда свежая, горячая выпечка. Как бы у нас своя пекарня, все выпекается, наше производство. Айсулу Елубаева, как никто другой, знает толк в покупках. Ведь, как известно, мамы лучше всех разбираются в том, на что следует обращать внимание при совершении покупок для всей семьи. Она отмечает, цены здесь и вправду низкие, а сотрудники приветливые. В принципе, мы сегодня первый раз зашли, впечатление хорошее, цены нормальные, дешевле, конечно, для их супермаркета по сравнению. Нас, конечно, это радует, доступные. В следующий раз еще придем, обязательно. Ну и товар у них, то, что нравится, вот у них выпечка, хлебные изделия, все сами пекут здесь свое собственное. Новый магазин «Дискаунтер» находится по адресу улицы Татимбета, 10-5. «Скиф-дискаунт» всегда готов радовать потребителей оптовыми ценами и приятными акциями. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Соболмстер. Субтитры подогнал «Симон»!